Всем привет! Наконец-то долгожданное у нас видео о парфюмерии. Я сегодня вам расскажу о моем парфюме, прошедшего летом и любимчике на последнее время. Расскажу о том, что мне понравилось, о моих планах на покупку парфюмерии, что я вам могу посоветовать, у кого вкусы со мной схожие. Это прям мои последние открытия, это я все буду приобретать. И два парфюма, которые я брала от Левантами, покупала. Они мне категорически не понравились, это огромное разочарование. Я тоже о них расскажу. Естественно, на вкус и цвет товарищей нет, кому-то что-то нравится, кому-то нет. Дело чисто вкуса, не говорю, что это что-то плохое, это нехорошее. Но у кого со мной вкус исходит, у меня есть несколько девчонок, количество человек 10, которые покупают за мной парфюмы какие-то или какие-то... Когда я описываю ароматы, запахи, говорят, о, мне понравилось, как ты описала, прям оно такое есть. Вот, девчонки, я вот о любимчиках буду сейчас рассказывать. Может быть, вы тоже где-то к этому прислушаетесь, затестите. Может, вы что-то для себя интересное найдете. Давайте переступим. Ну, девочки, у кого есть, сразу скажу, в Турции, напишите мне, пожалуйста, в комментариях под видео, кто знает, номер телефона или какие-то контакты, ссылочку, например, там... Ну, ссылочки они в YouTube не проходят, лучше номер телефона, контакт сразу, обычно это в WhatsApp'е. Тех, кто занимается доставками карго частными из Москвы в Стамбул, в Турцию. Вот эти вот челночники, потому что я хочу заказать парфюмы из Москвы, мне нужно... Я знаю даже расценки, но у меня просто контакт, в общем, человек куда-то пропал, но мне надо еще кого-то найти, кто вот этим занимается, же бизнес определенный. Может, в соцсетях где-то видели, рекламу в наших группах, дайте, пожалуйста, мне информацию, мне такой человек нужен, хочу сделать заказ и вот свои парфюмы привезти сюда в Стамбул. Парфюм прошедшего лета, вот в такой упаковке у меня Руж Бакара 540, здесь у меня 30 мл, это 3 по 11, это travel набор. Почему это в такой формате? Потому что очень удобно, все лето этот парфюм ездил со мной везде, и за лето я истратила вот буквально не до конца 11 мл, тут еще очень много, о боже, обошаю цветочный легкий парфюм на любителей, кто-то это чувствует, кто-то нет, я вообще это не чувствую, настолько он мне любимый, но люди вокруг меня ощущают. Я вам его раньше показывала, хочу посоветовать travel size, если вы с собой любите весь день носить парфюм, обновлять его на работе, например, или там еще как-то после спортклуба, то вот этот флакончик очень удобен, этот размер, формат просто разделен на три, в сумке не бьется, включи, задевай, в общем, никаких проблем, экстессов нет, и то, что здесь нет колпачков на них, поэтому что travel size, ничего ни разу нигде не нажалось в сумке, не распылилось, в общем, короче, это удобно. Я вообще часто в сумках ношу такие всякие, которые на пробу там при покупке дают, я очень часто беру в сумку, кидаю где-то, болтаюсь, тоже никаких экстессов с этим нет, чтобы разбилось, налилось. А следующий парфюм, который я хочу приобрести в мои плановые покупки, это, я могу ошибаться в названиях, извините, я не супер там парфюмер какой-то, это не моя вообще история, но это Meliora Parfums de Marley, женский парфюм, вот у меня тут такое, как это назвать, для затеста, да, пробочек был, это фруктовый мягкий пряный аромат, он очень нежный, цветочный, я всегда, скажем так, рассказываю о парфюмах своими просто словами, а не именно нотами, как я зачитала, да, что там есть, это немножко не то. Боже, это офигенные, приятные ассоциации, потрясающие, красивые, это запах немножко смородины, свежести при этом, сладкая смородина, какая-то ягодка такая тонкая, утонченная, обалденная, это тот парфюм, о боже, потрясающе, это ни разу не ощущение дешевого компота, сладкого, намешанного, непонятно чего, здесь сразу чувствуется смородина, такая тонкая, нежная, сладенькая, свежесть при этом, это очень похоже с категорией на Rouge 540 Baccarat, но более фруктово-смородишный, нежели цветочный, вот так бы я его описала, на лето идеально, может быть, кто любит легенькое, и на зиму это вам подойдет, потрясающая нежность, очень красиво у этого парфюма еще и по флакон, обязательно пополню свою коллекцию, возьму, наверное, самый большой размер, потому что это то, что мне, вот как вот Rouge 540 не надоест, также у меня в этом же разряде парфюм, это Амуаж, забыла название его, белый, короче, с золотой крышкой, боже, обалденно, тот же уровень, тот же уровень счастья, из таких попроще, из масс-маркета, который можно купить везде в магазине, это там Ривгош, Литуаль, там Золотое яблоко, у меня это парфюм Alive Hugo Boss, сейчас здесь аромата нет, но я хочу отметить, что он тоже легкий, приятный, цветочный, из таких доступных, где-то можно, не знаю, на скидке его, да, найти в парфюмированных магазинах, вот этих золотых яблоках или туалях всей истории, вот тоже куплю 30 миллилитров, чисто чтобы было, очень приятный, удивляет, я не скажу, что он прям напоминает серьезную, красивую, селективную парфюмерию, но вот из масс-маркета это очень выделяется, но не такой, как все, однозначно, здесь есть какая-то тонкость, аристократизм, и чувствуется по запаху гораздо дороже своей цены, чем она есть на самом деле, кстати, он тоже немножко такой легкий, цветочный, напоминает вот этот Мелиора Ди Марли, они очень, в принципе, похожи, разные, но это, конечно, нишевая парфюмерия, он более утонченный, более красивый, менее, скажем так, у него, знаете, в чем класс, опять к нему вернусь, вот эта смородина тонко, она такая аристократичная, ты прям чувствуешь, ты знаешь, что смородина, она так классно пахнет, приятно, да, ты говоришь, ну, как классно, никогда не задумывал, что смородина такой может быть, а вот этот попроще, тут еще другие компоненты намешаны, такой немножко а-ля коктейльчик, компотик, но из всех компотиков масс-маркета довольно-таки неплохой, выделяющийся, это тот парфюм, тут вам точно будут задавать вопрос, что у вас так вкусненько пахнет, да, а здесь просят, ну, тоже будут задавать вопрос, а какой у вас аромат, очень интересно. Следующий парфюм, моя любовь на зиму однозначно, он продается в Ривгоше, тоже в Золотом Яблоке, это не нишевая такая средняя масс-маркет, чуть подороже парфюмерия. Я бы, знаете, если бы выделила не только масс-маркеты нишевого, а что-то среднее есть у нас такие по ценам, да, когда чуть дороже масс-маркета, вот это я имею в виду люксовые, типа там, именитых Шанель и Диор и вся эта история, еще есть промежуточек между этой нишей и прям нишевой дорогой селективной парфюмерии. Так вот, это Куэрс, или я не знаю, как правильно этот аромат называть, он называется Куэрс, а производитель это Карнер Барселона. Это нечто офигенное на зиму, но он для любителей. Жизкоча, селектива, вы оцените, вот если брать селективный вот этот парфюмовый цена, вот я даже открывала Римгош по золотой карте в районе 9800 рублей, 9000 рублей, боже мой. Это достойная такая альтернатива парфюмам за 25-20 тысяч рублей всяким. Уровень точно такой же, здесь много чего понамешано, тяжелый, землянистый, а часть немножко где-то ванильный, но при этом у него остается такой шлейф приятный. Вроде, знаете, у меня такими парфюмами с таким шлейфом пользовалась мама в 90-е годы, это аромат моего там типа детства, от мамы иногда так пахло потом, когда все это развеялось, вот этот шлейф. Но сейчас это опять все модное стало. Я не знаю, честно говоря, даже как его описать. Ладан там есть, мне очень нравится Ладан, поэтому в составе этот Ладан меня манит. В общем, откройте фраграмсик, посмотрите, о ощущениях о парфюме скажу, что он серьезный, тяжелый, на зиму, но он открывается и чуть-чуть и ванилькой, и чуть-чуть какой-то, может быть, знаете, вот этим Ладаном, цирковушкой. Я обожаю цирковушкой Ладаном, когда пахнет. И это остается как шлейф приятный, сладковатый, тяжеловатый шлейф, ненавязчивый. Мне прям в самый раз подходит. Я куплю, наверное, 30 миллилитров, больше не буду, если там есть вариант по 30 миллилитров. Больше мне не надо, потому что есть и другие парфюмы, но приятный. Даже летом я им пользовалась в жаркую погоду, и то он меня не душил, но это на любителя, многих затушил. И последняя новиночка, которую я хочу приобрести, это не новинка в парфюмерии, для меня новинка. Очень удивительно, мне понравилась Манжера Розовая Ваниль. Вот тут у меня пробничек этот, Роза Ваниль. На самом деле это больше ваниль, но для меня это аромат жженого сахара. Прям ты чувствуешь навязчивый, но дорогой, жаренный такой, как будто леденцы на палочке чуть-чуть так пахнут. Очень-очень сладко, притерно. Затем это все развеивается, и на тебе остается на коже легкий сахарный ванильный запах. Ощущение, как-таки, последствия ванилина из пакетика. И при этом он пересекается нотками розы, нежные розы, приятные, не такой ядреной бабкиной из сундука, а приятные ненавязчивые розы. И по факту впоследствии вы чувствуете розу немножко сладкую, такую ванильную. Это роза и ваниль. В общем, на любителя тоже. Я вот открыла, вон есть в золотом яблоке этот парфюм. За 60 мл 122 объема, и за 60 мл 8700 они хотят по карточке. И можно подождать, может, каких-то акций. У них бывают на нишевых, кстати, скидки. Тоже на любителя. Если вы любите прям сахарное, сладкое, не прям розу, а именно сахар, то вам эта история может очень понравиться. Это прям сахарно-ванильная тема. Ну, такая потяжелее, на зиму. Такая более к нишевой, посложнее, поинтереснее. Не сахарное, ванильный, нежный, пережженный сахар, который вот в масс-маркете бывает. Ну, вот этой люксовой парфюмерии. Это посерьезнее, поинтереснее. Мне гораздо тоже куплю, ну, раз 60 мл, раз 60 мл придется покупать. В общем, интересненько, на заметочку, кто любит сладкое. И теперь два разочарования, которые я бы тем, кто со мной схож по вкусу, не советовала. Во-первых, это два от Леванта. Хорошо, что я их купила от Леванта мини полным форматом. Это тоже Курджан, только здесь у меня Аква Селестия. Это Аквати зеленый цитрусовый пудровый аромат. Вот зеленый, легкий, цитрусовый. Вообще моя тема апельсины, лимоны, лаймы в парфюмерии. Я по цитрусовому выбирала. Легкий. Думаю, вы все, красота на лето, шикарно. Я это, мне это приходит. В плане, сколько там еще остается, представляете, вообще не могу я им пользоваться. И я такая, что это, кто меня наобманул? И у меня сразу мысль о цене этой нишевой парфюмерии. Если бы я купила полный флакон, меня бы задушила жаба. Это было бы как реальное разочарование. По факту, что мы имеем? Это чуть-чуть поутонченней, чуть-чуть подороже. Легкий коктейльчик а-ля аромат распылителя для воздуха в туалете, освежитель воздуха. Это просто точнейшая повторяющаяся копия Armani DJ. У меня он был. Классическая его голубая версия. После вкусия вся эта история, это практически его клон, только дорогой. Но, извините, Armani появился раньше гораздо старый парфюм. И он мне так надоел, мне вот ощущение его, я долго им пользовалась, я его потом в итоге отдала. Я его даже в спортивный клуб с собой носила, не могла использовать, потому что он мне даже бесить начал своей простотой. Он так легко читается и слушается, ты просто раз, ах, какая-то водичка, ощущение реально. Такой он плоский, такой простой, как аромат распылителя воздуха в туалете. Вот честное слово, там Airwig Freshmatic, там, я не знаю, такой вот уровень этого парфюма. Но у меня, например, сестре он очень нравится. Я не знаю почему. Вот я ей его в итоге отдала, там она его допинывала каким-то образом, уже укрин заканчивался. В общем, я его никогда больше в жизни не куплю. Я выросла из этого аромата. Он может быть интересен, кто-то начинает, кто-то что-то легкое любит, да. Я не спорю такую категорию ароматов, парфюмов любит. Но такой парфюм не рекомендую. И вообще вот этот Курджан Аква Селестия, кто любит нишевую, тяжелую, интересную, сложную парфюмерию, ну, типа даже в коллекции, чтобы для разнообразия что-то легенькое, да, не захочется им потом пользоваться, честно говоря. Не вызывает интереса, он вообще никак не интересует. Нет у него никакого шлейфа интересного. Вот, блин, просто какая-то, как будто туалетная вода из каталога вообще, типа там Арифлейм, Эвен и вся вот эта история. И последнее, это просто трешак. Это Ауэдо от Диптик. Он тоже продается в Золотом Яблоке, в Ревгоше. В пирамиде там смола, какие-то цветочки колокольчик и кожа. Это трешак, ребят, спасибо, что я это купила в Отливанте неполным форматом. Он стоит, кстати, вот я выписала себе в Золотом Яблоке, он стоит 8700 миллилитров, не вижу сколько. Окей, это просто трешак, ребят. Даже я все равно это сделаю. Мне сейчас насморк, но это все равно пробивает. Это аромат, он тоже цитрусовый там. Это аромат мандаринки и елки. Смола, пихта и апельсин. Новогодний аромат. Вот вы елочку на Новый год ставите себе 30 декабря. Вот он, пожалуйста. Точно так же пахнет. Если вам нравится на себе носить елку с апельсинами, мандаринами, которые вы там под елочкой сидите, чистите на новогоднюю ночь, кушаете с удовольствием, вам нравится, вы прям кайфуете, хотите Нового года, купите этот парфюм. Вам заменят елку, можно будет не ставить. Это очень сильный, тяжелый, но при этом именно на мне раскрывается вот эта смола какая-то, пихта, кожа вот это все утяжеляет. Вот ощущение реально дерева, ствола, елки. И при этом у него вот этот легкий апельсиновый, мандариновый запах. Реально Новый год. Я первую неделю ходила, гадала, думаю, блин, да что мне в нем не нравится? По описанию кожа, легкость, при этом зелень и апельсин. Это должно мне нравиться. Мне все нравятся кожаные и цитрусовые ароматы. Ну нифига. Здесь именно такое сочетание. Возможно, на мне оно так открывается, что это нереально нюхать ощущения. Я потом поняла, блин, да это запах же Нового года. Но при этом, ну как бы, кто захочет летом, весной на себе Новый год таскать? Как бы время легкого, цветочков, может быть, и тому подобного. Каких-то акватических ароматов. Ну в общем, короче, это же нечто невообразимое. И за последние годы это очень удивительный парфюм. Очень яркие несколько нот, которые вроде бы не сочетаются. Это очень узкая направленность парфюм. Только на любителе, кому это нравится. Вот так скажу, ребят. Перед покупкой, даже если вы любите такое, 100% надо затестить. И тогда только делать свой выбор. Потому что однозначно могут быть разочарования. Вот такие у меня истории сейчас о парфюмах. Пишите вам, что вам понравилось, что у вас из этого есть. Очень интересно, как вы это носите. Пригодились ли вам мои советы. Будете ли по ним выбирать для себя парфюмерию. Мне очень приятно будет. Напишите темы, видео о косметике. Какие бы вам были интересны в будущем. В следующий раз тоже сниму. Спасибо за ваши комментарии. Посоветуйте что-то новое, интересное. Кстати, скажу, в Турции парфюмерию вот эту можно приобретать на сайте Bayman. Она там вся есть. Но в России, конечно, цены гораздо попривлекательнее. Спасибо всем за внимание. Жду ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!